Девочки, все привет! Еду, в общем-то, я сейчас до почты. У нас, на самом деле, прохладно. В общем-то, решила поехать я за посылочками. Там пришла посылка одна. Я вас была. Вот пришло извещение мне, поэтому еду на почту. Вообще, несколько дней назад у меня, конечно, была стрессовая ситуация. Мы поехали с Катюшей, с мужем в больницу. Даже не знаю, может, я вам дома расскажу. Слава богу, все хорошо обошлось, но, конечно, понервничала я. На почте у нас, конечно, работают сумасшедшие люди. Просто передо мной стояло 4 человека. Всем досталось. Всем досталось, в том числе и мне. Я домой. Сейчас пойду в Перекресток. Мне нужно купить... Кстати, купила в тюремке блинчики там все. Хочу приготовить карбонару опять. Вообще, я сняла рецепт карбонары, но еще пока не выложила на канал, как-то не знаю. Привет. Привет, моя сладкая. Все скучилась по маме? Патри. Да. Все скучилась по маме? Пока мама ходила там, да? Скажи, где это я была? Конечно, тебе нужна камера. Нет, камера нельзя. В общем-то, сходила я в Перекресток, так же купила вот блины. Ой. Из теремка. Покажи, что я тебе купила. В теремке стали продавать вот такие вот игрушки. Интересные, да? Да. Купила, на пробу попробовать. Нравится? Да. Значит, на карбонару я купила значит, такую вот грудинку, шейку. Ну, вообще, буду грудинку использовать. А это так просто купила. А также с пакетиками нам понадобятся сливки. Взяла маленькую упаковочку, было только 10%. Просто большую я не покупаю, так как портится, и мне приходится потом выкидывать. Так, не драться. Да? А сметанку взяла мой любимый чай от Кертис с труфелем. Очень нравится, люблю. И попробовать вот такой вот чай. Зеленый листовой чай с кусочком ананаса, лепестками цветов и ароматом экзотических фруктов в пирамидках. Так что попробуем. Я вообще не люблю зеленый чай, но раз с кусочками ананаса, можно попробовать. И взяла в морозилку, кину сейчас мексиканскую смесь и гавайскую. Я очень люблю гавайскую смесь, прям обалдею. Могу просто отварить и чуть-чуть добавить майонеза и есть. В принципе, это были все покупки. Как я готовлю карбонару, я обязательно вам вставлю, может быть, в конце этого видео, потому что я отдельно снимала еще неделю назад. Но как-то мне показалось отдельное видео выкладывать это слишком неинтересно, поэтому я этот кусочек вставлю во влог. Ну, может, кому пригодится. А еще была на почте, почти ничего не поснимала. Короче, у нас там одна женщина работает, она просто сумасшедшая. Вань, можешь помнишь, она такая полненькая в очках и кудрявая? Вот она всегда злая. Просто всегда. Как я не приду, она всегда злая. Передо мной было три, наверное, человека, и она со всеми успела переругаться. Со всеми. На пятой кассе. На пятой кассе. И самое главное, я подхожу, моя очередь, я уже боюсь, думаю, что и меня сейчас влетит. В принципе, так и получилось, потому что я даю ей вот это такое извещение. А там было написано, что не в пятой кассе, то есть там не было написано какая-то касса, я как бы не углядела. И там посылка была, ну, как бы, как письмом таким, направлено. В общем-то, короче, она как увидела, что я стою не в ту кассу, она еще и на меня накричала. В общем, такая злюка там работает. Там женщина перед ней тоже из-за одной коробки переругалась. Что у тебя болит? Что там? Ну, встань сюда. Бубушка здесь. Какая бубушка? Наверху. Наверху. Стоматит, скажем. Больно, да? Лечим. Это после ОРЗ у нее, видимо, вышло. Эй, Лунтик, ты где? Лунтик, вон Лунтик ходит наш. По имени Катя. По имени Катя Лунтик ходит, да? Да? Как ты себя чувствуешь? У нас еще соплики, горлышко красное, поэтому мы не гуляем. Да, покажи, Лунтика, как он... Ну, что, прикольно. Дай Катю поиграть. Катюшка. Лунтик, вон Лунтик, вон Лунтик ходит. А ушки тянутся? А ушки тянутся? А, нет, ушки не тянутся. Ну, ручки тянутся. Катя, не отдашь Настенке теперь? Все, теперь это твоя игрушка, да? Ну, что, пойдем блинчики кушать? Все, пойдем кушать. Кушали. Катюшка у нас уснула. Очень легко засыпает. Если я чувствую, что она хочет спать, я просто начинаю катать стульчик, и она вот буквально через 2 минутки засыпает. Без соски, без ничего, спокойно. Девчонки, и пока Катюша у меня спит, есть возможность буквально чуть-чуть с вами поболтать в этом влоге. Кстати, у меня на мне такой свитер. Очень-очень мягкий и вот с такой вот картинкой, я бы сказала, говорящий. Всем хейтерам посвящается. И вообще я очень редко стала затрагивать тему косметическую. Раньше все-таки я снимала и покупки какие-то, и снимала фавориты, пустые баночки. Вообще я тут как-то накопила вот такой большой, огромный пакет пустых баночек. Он у меня лежал, наверное, месяцев 2-3. Я все-таки решила его выкинуть. Мне почему-то кажется, что такие видео уже не смотрят. Но, по крайней мере, на моем канале, наверное, они не очень интересные. Если что, отпишитесь. Вдруг кто-то соскучился по такому формату видео. Не знаю, может быть, снять мои фавориты какие-то из косметики, любимые, да? Хотя я, в принципе, ничего нового не покупаю. Короче, к чему это я все веду? Дело в том, что тут недавно мне прислали две таких коробочки от Cosmopolitan. Это такие боксы, бьюти-боксы. Вообще, очень часто мне предлагают такие коробочки, в том числе и детские. Но я все время всем отказывала. Не знаю, мне почему-то кажется, что вот эти коробочки вызывают такой негатив. И вообще, кто их покупает, я не знаю. Лично я никогда не покупала. Но тут у меня просто захотелось, потому что они сказали, ну, на таких условиях, что как бы не снимать отдельное видео, а именно выложить просто фотку в Инстаграм. Но я все-таки решила с вами поделиться, как бы, да? Почему бы и нет? Вдруг кому понадобится? И вообще, может, какое-то мнение свое выскажу по поводу этой коробочки. Буквально одну минутку я займу вашего внимания. Вообще, коробочки, как всегда, красиво оформлены, все дела. И вот такое вот наполнение. Честно говоря, вообще не знаю, сколько они стоят, эти коробочки. Вообще, мое мнение, да, я бы, наверное, сама за свои деньги эту коробку не купила. Не потому, что тут какие-то плохие продукты. Наверное, потому, что я слишком спокойно отношусь к косметике. Настя, тихо. Наверное, слишком спокойно отношусь к уходовой косметике. И я сейчас, ну, так скажем, не экспериментирую, да. То есть тут, допустим, есть вот такой вот крем. То есть сегодня им помазались, там, не знаю, завтра каким-нибудь другим пробником. То есть, как бы я сейчас так не экспериментирую. У меня сейчас есть один уход от клиник, я пользуюсь. И как-то вот к уходу я очень спокойна. И поэтому, когда мне предложили, я думала, мне просто на сегодня шуми, пожалуйста. Вот. И когда мне предложили, я думала, что тут будет и декоративка тоже. Декоративку я люблю больше. Такой тушь, может быть, помадку. Был лак один, который, кстати, мне понравился. Его здесь нет. У меня на столе я его оставила. Такой бордового цвета. Как фирма-то тоже забыла. Забыла фирму, да. Держался два дня. Очень, кстати, неплохой лак. Вот. Также мне понравилась, ну, вот из декоративки еще и Эра Минералс. Это вот такая вот пудра, кстати, тоже классная. Такая малюсенькая баночка. Ссылку я забрала, наверное, еще недели-полторы назад, но еще ничем не воспользовалась. Представляете? Это у нас легкое масло для умывания и снятия макияжа. Нежная камелия от Таша. Вот. Будет очень интересно почитать, покупаете ли вы такие коробочки или не покупаете. Мне вот еще такая маска понравилась. Хочу воспользоваться ею сегодня. Омолаживающая маска для области глаз. Вот. Вот так вот выглядит. Обязательно попробуем. Вот. Ну, просто решила с вами поболтать на тему коробочек. Пользуйтесь ли вы, покупаете ли вы вообще вот эти коробочки. И еще хотела вам показать парфюм, который мне подарила моя подружка. Вот. Она приезжала ко мне в гости. Lady Millions Pacoraban. Pacoraban. Почему-то не хочется сказать по барабану всегда, когда я читаю. Вот такой, значит, парфюм. Я думаю, многие его знают. Я как-то года три назад хотела его купить. Но вместо него я купила какой-то другой парфюм. Мне он очень нравится. Кстати, не знаю, в последнее время после родов у меня что-то с носом произошло. Может, что-то гормональное. Я не знаю, что-то перестроилось в моем организме. И теперь периодически на какой-то парфюм, который у меня уже есть, который я раньше всегда пользовалась, которым я всегда раньше пользовалась, у меня начинает, знаете, вот хочется чихать. Вот какое-то такое неприятное ощущение. Я не знаю, с чем это связано. Может, действительно после родов что-то со мной там произошло. Вот. И этот парфюм мне очень понравился. Я его раньше нюхала. Такой, знаете, свежий аромат. Такая бутылочка, классная. Нравится, Настенка? Да. Как бриллиантик, да? Пройди ко мне сюда, дядя в кадр. Садись. Нравится тебе такой парфюм? Да. Нюхала? Да, понюхаю вместе. Нравится? Да. И, кстати, очень стойкий тоже, несколько дней на волосы. А с глаз понюхал. Да? Несколько дней точно держится этот парфюмчик. Так что спасибо моей подружке. Очень довольна, да? Угу. Да? Да? Катюшка спит. Тебе скучно без Катюньки, да? Угу. Вот. И сейчас я, наверное, вставлю после этого, как я готовлю карбонару. Так что смотрите, вдруг кому интересно. Кому не интересно, можете прямо здесь закрыть крестик. Всем пока. Больной человек говорит пока. Да? Угу. Настя даже улыбаться не может, да? Угу. Потому что бабка прямо скачала вот здесь вот. И она, когда улыбается, ей больно. Билли никого не дала. Билли. Ой. Сейчас я вам покажу продукты, которые нам понадобятся. Это, конечно же, макароны. Я беру всегда такие макфа, спагетти. Не знаю, мне они очень нравятся. Далее нам потребуется такой вот сыр. Конечно, лучше сыр добавлять более такой дорогой и твердый. Но я купила сегодня телезит. Какой-то такой сыр. Посмотрим, как он будет. Не знаю. Не было в нашем магазине ничего такого похожего на... Не знаю, как он называется. Сыр. Забыла. Также нам понадобится 2 яйца. Вообще можно и больше, и меньше. Но я возьму 2 яйца. Точнее, 2 желтка. Из приправ базилик. И еще соль. Буду спагетти солить. Разумеется, такой вот бекон. И... Что я вам забыла показать. Также такие вот сливки 20% у меня от фирмы Простоквашина. Начинаем. У меня, к сожалению, проблема с освещением. Неудобно снимать на самом деле рецепты, потому что плита находится прямо здесь. И некуда камеру поставить. Отварим макароны. Да, я уже... У меня уже чайник закипел. Я буду наливать кипяточек в кастрюлю. И так просто быстрее процесс пойдет. Будем отваривать наши спагетти. И пока варятся наши макарошки, я сейчас буду резать вот такой вот бекон. Значит, вот так вот мы режем. Сейчас я включила сковородку. И сейчас будем обжаривать. У меня, видите, не очень много бекона. Если у вас есть целая пачка, то я думаю, лучше целую пачку пожарить. Без масла, так как бекон сам жирный, масло не потребуется вам. Все, наши макарошки готовы. Я пока с вами болтала, забыла положить базилик. Надо было сюда еще базилик кинуть. Вот, забыла. Так, вот чуть-чуть добавим. Мы берем макарошки и добавляем на сковородочку. Я очень много отварила макарон, не удивляйтесь. Просто крабонару любит у меня муж, а я не очень. Ну, у нас все равно тоже крабонару не любят. Поэтому нам отдельно. Вот так вот. Теперь мы все хорошо перемешиваем. И сверху я добавляю чуть-чуть сыра. Вообще, кто-то добавляет его в соус, но я вот как-то люблю так. Вот. И закрываю крышечкой. Он расплавится и будет очень вкусно. Вот такая вот у нас карбонара получилась. Вот, очень-очень вкусно пахнет. Так что, готовьте по этому рецепту. Я уверена, вам понравится. У нас остались белки. Сейчас я вам покажу, что же я буду делать с ними. На самом деле, очень жалко выкидывать продукт. Поэтому я решила сделать безе. Я уже ранее готовила. Нам очень всем понравилось. Так что, покажу вам, как же это делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая красота у нас получилась. Конечно, я здесь вложила самые красивые. Это у нас Настенкина. Вот она, конечно, очень старалась. Молодец. Сейчас я пойду и отнесу на пробу. Так вот маленький. Маленький меренга, что ли. И, короче, я ставила на 100 минут, на 110 минут и 100 градусов. Вот. Очень вкусно. Я попробовала прям вообще пальчики оближешь. Можно даже, мне кажется, корицей сверху посыпать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА